Привет дорогие друзья, меня зовут Энни Марс, мы с вами продолжаем проходить Realm Defense и сегодня у нас с вами паучьи лиса и незамедлительно с вами отправляемся на них, посмотрим наконец-то у нас увеличится ли количество врагов или нет, или все те же самые будут, пока что все одни и те же идут, на нас наступают. Так, все окутано паутиной, да плюс название само по себе тоже уже говорит, паучьи лиса, ну и наконец-то у нас две территории, куда могут идти, точнее два пути, могут пойти вниз, могут пойти налево, это впервые у нас такая развилка, в основном у нас был один путь, ну что ж, немножечко ситуация значит уже усложняется, это хорошо, будем на перекрестке значит держать бой, здесь будет наверное самая такая основная у нас схватка происходить. Быстрые враги у нас идут первые, это скорее всего как раз те самые паучки, которые здесь наверное в обилии будут в полном, так ну что давайте тогда ставить сюда пехоту, сразу же, причем даже не сюда, а прям вот под вот это вот местечко, против пауков хорошо работает, насколько я знаю, бомбарды, они бьют по площади и в самый раз будет их гасить. Кстати золото тоже меньше нам этот раз дается, гораздо меньше заметно, 175, в прошлый раз мы по-моему как-то побыстрее это все строили, намного. Так, ну и что ж, тогда можно здесь также усилить это все дело, так, 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 могут налево пойти, могут вниз, так, сверху мы путь уже как бы загородили. Давайте поставим наверное тогда вот сюда вот тоже наверное пехоту, прям на перекресток, усилим ее сразу же, ну и под эту пехоту тогда наверное поставим еще вдобавок ко всему, затем после уже того как у нас появятся деньги, наверное поставим с вами стрелковой я думаю. Ладно, давайте попробуем, вообще посмотрим как она сейчас все будет у нас, в принципе пока что наверное с ними и так будем справляться, в целом наверное неплохо, надо ее подводить, пускай она тоже помогает, не простаивается у нас вообще никто, никто не должен стоять на месте, все должны работать. Так, вот сюда уже можно стрелковое начать отстраивать, постепенно, по чуть-чуть, помаленьку, ну и конечно под нее же уже будем тоже пехотку ставить. Да, заметно уже немножечко все усложняется, это радует, наконец-то хоть какие-то сложности начинаются, а то в основном все знаете такая легкая прогулка, просто сидишь, шо, такое ощущение как будто бы некоторые карты можно было вообще пройти с помощью только одного героя, ну максимум двух, то есть их просто между собой чередовать. Так, что вы мне предлагаете опять, опять какие-то бонусы мне тут втюхивают, хотят чтобы я ими пользовался почаще, понятно, это конечно очень все хорошо эти ваши бонусы, но мы в принципе и так сложности никаких абсолютно здесь не испытываем. Даже раньше времени все время волны запускаем, так, кстати новый у нас, несмотря на то что скелеты не чувствуют боли, они предпочитают сражаться на расстоянии, поражает противника стрелами, скелет лучник, ясно, то есть они сейчас будут останавливаться, пытаться нас мочить, здесь, но если они у нас, наверное, бронированы, скорее всего против них поставим магию скелетов, наверное лучше всего ей бить, я так думаю. Возможно еще против них хорошо сработала бы бомбарда, да чтобы их кости просто рассыпались на части. Так, ну тогда будем качать то, что бьет по площади, потому что уже заметно их гораздо больше идет у нас, ну и усилим броню, чтобы больше сдерживаться их как раз этим атакам издалека, потому что они любят стоять, я так понял, и вообще даже не шевелиться, пока всех не расстреляют. Так, ну давайте, наверное, следующих запустим, сами себе будем немножечко сейчас сложности создавать, а почему бы нет? На самом деле, магию вот эту надо было поставить куда-то в конец, где-то назад с порталом, потому что смысл, да, их телепортировать назад, если они все равно только в самом начале и без того стоят. Так, пехоту надо тоже усилять, они у нас уже до перекрестка добегают, радуют, это радует, значит уже немножко посложнее становится, потяжелее. Смотрите, паук у нас уже прям здесь, где-то в центре воюет. И, кстати, волны у нас уже стало тоже больше, теперь уже отныне у нас их семь, было гораздо меньше. Так, ну тогда еще броню тоже надо качать, потому что без брони здесь против таких скелетов, ну будет тяжко, скорее всего, они их выносят у нас. Так, ты где у нас бежишь? Сверху, да? Так, 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 они могут и здесь начать на него нападать, и там, я даже не знаю, где лучше поставить сдерживающий. Вот сюда, наверное, там они как-то, может быть, сами пройдут. Еще одного даже, наверное, сюда поставим. Так, давай, убегай отсюда, здесь злые мужики сражаются, мощные мужики. Так, увеличим радиус, наверное, атаки, чтобы уже издалека можно было их тоже встречать с хлебом и солью. Ну и на атаку будем, наверное, воевать чисто даже, может быть, не башнями, а чисто нашими воинами, пускай они тоже показывают, что они не просто так, как это сдерживающая сила, что они способны и сами держать меч и держать удар нормально. Ну и магию, магию, естественно, нужно качать. Против вот этих скелетов в шлемах, это именно те самые, которые бронированы, у них хорошая броня, защита. Ее только магией надо прошибать, по-другому тут никак. Так, опять слезняки. Я думаю, мне сверху надо, наверное, прокачать ракету, чтобы ракетой можно было выносить вот этих слезняков. Я уже имел опыт в этом всем, я заметил, что их именно бомбардами очень хорошо сносить. Вот, смотрите, да, аж целых три мы сейчас одним залпом нашей бомбардочки срубили. А ракеты, наверное, точно так же, смотрите, самого сильного фиолетового с одного выстрела ракеты мы снесли. О чем я и говорил, именно так я и хотел делать. Так, хорошо, у нас опять полная серьезная заруба в центре. Смотрите, как, а? Они там мечами своими размахивают. А некоторые у меня просто простаиваются, даже не вступают в схватку. В принципе, не на всех тут хватает у нас врагов. Это говорит о том, что их не так уж и много. Я даже раньше времени волну запускаю. А почему бы нет? Так, ну, пора бы, наверное, может быть, еще сюда что-нибудь влепить. Возможно. Хотя, с другой стороны, зачем? Я не знаю, я сейчас пока даже, наверное, ничего не буду тратить. Посмотрим, может быть, и так дойдем до конца. Может быть, получится у нас здесь максимум какие-то усиления можно вкачать, если они у меня имеются. Да у меня, по-моему, даже усилений никаких нет. А, нет, вот, можно по площади бить хорошая картечь, или как она здесь называется. Шрапнель, возможно. Ракеты, шрапнель. Все в куче. Да, наверное, перекресток мы этот сдержим. Я думаю, даже ни один не пройдет. Но если кто-то пройдет, можно будет героиню нашу отвезти. Кстати, она мне скоро помрет. Вот, наверное, ее уже пора отвезти. Может, пускай она немножечко отдохнет, расслабится. Там и без того есть кому воевать. Замечательно. Слезняков всех передавили. Защититесь любой ценой, защитите крестьянина. Все цели мы выполнили с вами. И три звездочки получили. Шикарно. Хорошая такая карта. Уже немножечко труднее. Сложнее чувствуется она. Так, еще у нас добавок к новой уровне. Исцеляющая молитва есть. Пассивная. Кстати, пассивные способности-то очень хорошо. То, что не надо самому тыкать на эти кнопочки. Постоянно они сами по себе будут у нас работать. Кевин говорит. Открыт доступ к бесконечным полям. Вы можете играть здесь сколько угодно, чтобы заработать кристаллы и инвентарь. Чем дольше вы продержитесь, тем дольше ко мне. В Киндом Раш точно такие же уровни есть. Это для тех, кто просто хочет действительно понабивать себе каких-то лишних, может быть, кристалликов. Ну и просто набить руку. Ну и на сегодня мы с вами заканчиваем серию. Я думаю продолжать уже будем в следующей. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. И также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Денни Марс. И до новых встреч.